МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Маленькие дети много плачут. Но иногда они не просто плачут, а орут. Но сегодня мы поговорим о самой частой причине того, почему они всё-таки орут. Итак, младенческие колики. Тема нашей сегодняшней встречи. Пойдёмте, будем разбираться. Здравствуйте! Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы говорим о младенческих коликах. Лиза Васильевна, вы у нас молодая бабушка. Как вы вообще сталкивались с этим явлением колики? Да, сталкивались. Вы знаете, они бывают, по-моему, у всех младенцев. Ну, вообще-то... На самом деле, медицинская наука считает, что колики, именно колики, бывают всего лишь у 30% детей. Вот так считает медицинская наука. Давайте узнаем, что думают по этому поводу наши эксперты. Давайте. Если у них очень толстенький животик, тогда мамы знают, что им колят в животике. А мама его сегодня под свет ложила, ложила. Вон он плакал, плакал. Потом она его положила на диван у нас дома есть. И братик перестал плакать. Ну, может быть, не такое молоко. Или, может быть, плохой фильм это может быть. Может быть, что-то неправильно кормят. То ли перекормливает. И они не могут успокоиться. Завод болит, если ребеночек заболел там. Или какать хочет. Потому что у них газы. Это я не знаю. Я же тут не доктор. Может, просто они за мамой плачут. Вот. Вы знаете, на самом деле, один из наших экспертов, который сказал, он честно сказал, я не знаю, потому что я не доктор. Правильно, да? Так вот, оказывается, вот вы удивитесь, но вот с младенческими коликами человечество имеет дело вот столько лет, сколько человечества существует, но самые ученые и специалисты до сих пор точно не знают, от чего эти самые колики берутся. Тем не менее, врачи знают, что может способствовать их возникновению. И к врачам с этими коликами очень часто приходят на прием и жалуются, жалуются, жалуются. Вам пришел, пожалуйста, Анатолий Анатольевич, женой и дочерью. Да, совершенно верно. Давайте посмотрим, и о коликах мы говорим. Давайте. За плечами у Анатолия Анатольевича. Анатольевич – это отчество. Капитанство, сборная КВН Кривого Рога, работа в развлекательных программах, на радио и телевидении, победа в конкурсе комиков. Короче, с юмором он на «ты» и о том, что такое смех до коликов, бывает не понаслышке. Хуже обстоят дела с коликами младенческими, так как дочке Анатолия Анатольевича Алисе лишь недавно исполнилось полгода, и она у него первенец. Алису колики достаточно долго беспокоили, но еще больше они беспокоили ее маму Юлю, и, конечно же, самого Анатолия Анатольевича. Караул Евгений Олегович, спасайте. Обратились они к доктору Комаровскому. Это же очень важно, что колики являются не столько проблемой ребенка, слушай, рядом, сколько проблемой семьи. Особенно вот в нашей стране, где вот это вот «треба шось робиты», надо что-то делать, да? Что мы делали? Конечно, делали. Как вы могли не делать? А что? Вы думаете, есть кто-то, кто ничего не делает? Это же, если признать себе, лежит ребенок, орет, да? А вы стоите рядом, ничего не делаете, да ты же мачеха, поэтому надо что-то делать. Что же вы делали? Спасать надо. Спасали. Спасали. Вы спасали. Мы покупали лекарство от газиков, и нашли в конце бутылочку супер. Ага. Знаете? Нет. А, бутылочку сосать, которая... Бутылочку. Соску специальную, да? Да, да, да. Которая отводит воздух. Да, да, ну конечно, нет, это действительно работает, по число, что рядом. Кстати, заметьте, никто же до сих пор не знает, от чего колики возникают. Вот казалось бы, вот вы понимаете, уникальная ситуация. Есть проблема, да, которая имеет место в лучшем случае, это если очень повезет, у 40% детей. Алиса, очень интересно. Да, конечно, интересно. Мы заинтригованы. Дядька с усами, все разговаривают, куча красоты такой. Так вот, представьте себе еще раз, вот есть медицинская наука, да, там, великая, которая там несколько тысячелетий, и есть такое явление, которое имеет место в лучшем случае у 40% детей. А по мне, так, у 70% детей точно имеют колики. Вот иногда некоторым... То есть есть без коликов дети? Есть дети без коликов, есть. Вот я счастливый отец, у меня двое детей были без коликов, понимаете? Ну, вы же врач? Да, я врач, но вы знаете, я не знаю, что тут помогло. То есть медицинская наука, она только пытается это объяснить, но она тут не убеждена, не убеждена, из-за чего они орут, понимаете? Ну, да, считается, что во время кормления ребенок по-любому заглатывает воздух, да? И этот воздух может сдавливать кишечник, и он когда сокращается, ему тогда больно, ребенок орет. И действительно, если изменить технику сосания, то тогда выраженность колик уменьшается. Вот есть такое, и вы к этому пришли сами. Да. Кто тебе подсказал где-то в интернете? Мы очень долго искали эту бутылочку модную, и поэтому даже заказывали через интернет, чтобы нам привезли, потому что, может быть, это как и такой эффект плацебо, но нам показал, что очень помогло. Ну, опять-таки, а теперь давайте вспомним. Смотрите, в каком возрасте вашего ребенка вы добыли таки вот эту вожделенную бутылочку? Ну, да. Сколько ей было? Ей уже было почти три. О, замечательно. То есть, заметьте, медицинская наука утверждает, что к трем месяцам колики обычно проходят, но вам повезло, вы к трем месяцам нашли волшебную бутылочку. Это точно так же, как препараты и все остальное, кроме месяц. И мы бы утверждали, что именно это бы нам помогло. Это бы вам помогло. Вот, к сожалению, это обстоит так. Тем не менее, тем не менее, если я буду сейчас говорить о том, или во всех учебниках напишут о том, что никакие таблетки не помогают, никакие лекарства не помогают, и никакие бутылочки не помогают, насколько меньше налогов соберет государство с тех, кто продает бутылочки и волшебные капельки. Правда? То есть, поймите, на самом деле, в том, чтобы мы ничего не покупали, никто не заинтересован, кроме нас, которые тратят на это деньги. Главное, что, слава богу, вы не испробовали никаких опасных способов борьбы. То есть, дать ребенку абсолютно, еще раз говорю, абсолютно безопасные лекарства, которые уменьшают газообразование в кишечнике, я услышал, что вы тут давали, да, это абсолютно безопасно. Более того, если бы вы эти лекарства давали там не три раза в день, а тридцать раз в день, это все равно было бы безопасно. Нет, оно бы точно так же не помогло. Но оно безопасно, да. От того, чтобы вы поменяли не одну бутылочку, а десять бутылочек, это ребенку от этого неплохо. Ну да, папе пришлось бы сходить на один дополнительный концерт, понятно, да? Ну, чтобы заработать на все эти бутылочки, тем не менее. Но от этого никого бы не было хуже. Ну, мама бы не видела папу этот вечер, ну, папа бы там работал, но тем не менее хуже не было. И же другие способы, да? Ну, когда в детей засовывают опасные лекарства, или там делают уколы, делают кучу обследований, в дитя начинают пихать какие-то трубки, ставить ему каждый день клизмы, понимаете? А ничего не помогает, понимаете? У вас хватило ума этого не делать? Спасибо вам большое. Ну, что еще ты делала? А ну-ка, признавайся. Ой, вы знаете, я еще над собой очень сильно поработала, потому что говорят, что у нас было грудное вскармливание до четырех месяцев. И мнение о том, что ферменты в грудном молоке тоже влияют, и я над собой поиздевалась над питанием и диетой, и то, и сё. Ну... Ну, все равно прошло. Прошло. Я тут под каблучником соглашаюсь со всем, что гряжа. Значит, батенька Морь, значит, я тебе сразу предупреждаю. Вот понимаете, вот вообще говорить при Комаровском так нельзя. Я зверею, понимаешь? Зверею, я тебе честно скажу. Это почему? Мы вырежем это же, я могу подробно. Нет, ни в коем случае. Мы не вырежем. Более того, мы пытаемся сейчас на твоем примере, понимаешь, подействовать на мужчин страны. Давайте. Вот смотрите внимательно. Вот вы пришли к теме. Колики, да? Колики. Женщина, женщина, твоя женщина, она всячески с собой боролась. Она там коррегировала свою диету, да. Она там то ела, то не ела, она много переживала. Она тебя под каблучника гоняла. А ну сбегай, купи вот это лекарство. Потом мне посоветовали. Вот эту бутылочку, ее не нашли ни в каких магазинах. Ты там ее добывала. При этом, заметь, все это не помогало. Оно и не могло помогать, потому что помогает, еще раз говорю, время и терпение. Ну вот это то, что помогает. Реально, прикольно. Больше не помогает ничего. Но ты, ты, исходил из следующего. Какая главная беда украинского папы? Какая? Он считает, когда речь идет о детях, он считает себя абсолютным нулем. И ты тоже считаешь, когда речь идет о детях, у тебя в доме есть эксперт. А, твое дело под каблучное. Куда пошли? Есть две бабушки еще. О, молодчинка, Завет, ты не сказал есть два дедушки, ты сказал тебе бабушки. Мужчины в этой стране, в принципе, к детям отношения не имеют и иметь не хотят. В результате, ты не понимаешь, наши дети миллионами тонн едят никому не нужные лекарства, только потому, что им страшно. Понятно, да? То надо что-то же делать. Понятно, да? И наш папа считает, что любовь к ребенку состоит в том, чтобы вовремя сбегать в аптеку. Понимаешь, да? Папа, ты никто, у тебя есть она, есть две бабушки, хай они борются, да? А я, я, я пойду на концерт, заработаю на бутылочку, заработаю на волшебку и делайте, что хотите. Понимаете? Так это вы столкнулись с той проблемой, я обращаю, Толик, это же проблема, которая безопасная, она проходит сама, да? Но точно так же твой ребенок рано или поздно начнет кашлять, будет иметь температуру 39, и твои бабушки прибегут с уксусом его растирать. Понимаешь, да? А ты еще не знаешь, хорошо это или плохо. А я хочу, чтобы ты узнал, понятно, да? Я хочу, чтобы вы поняли, что безопасность ваших детей определяется не только эмоцией, да, и советами бабушки, да? Но и тем, что знают их папы, понятно, да? И ответственные решения должны кто принимать? Папы. Папы, конечно, папы. Только хотел это сказать. Молодчик. Скажи, Толик, скажи. На какую камеру? На меня говори, на меня. Дорогой доктор Комаровский, я считаю, что ответственные решения должны принимать папы. А что должны в этой ситуации сделать бабы? Слушаться папу. Да, и поставить папу в такое положение, чтобы он был вынужден принимать решения. Вот он приходит с работы, а ты ему говоришь, дорогой, нам шесть месяцев. Как ты считаешь, с чего мне начать прикорм? Вот бабушка по отцовской линии утверждает, что с манной каши, а бабушка по материнской говорит, что неплохо бы мясной рулетик дать. А вот я лично считаю, что не буду я морочить голову, куплю готовую растворимую овсянку и дам, понимаешь, да? И ты должен принять решение. А ты же не спримешь его просто так. Ты, как любой мужик, полезешь в интернет, возьмешь книжки, почитаешь, как дают прикорм в 21 веке, да? Ведь ваши же бабушки, заметьте, судя по вашему возрасту, ваши бабушки вас прикормлюют в 20 веке. Заметьте, да? А вы уже в 21, когда изменилось очень много, и технология питания, и возможность покупать продукты, да? Очень многое изменилось. И поэтому вам надо найти другие алгоритмы решения. Понятно? Потому что, что самое страшное на самом деле в коликах? Я тебе объясню. То есть для меня колики, это очень частая причина распада семьи. Вот как это неудивительно. У вас было две бабушки, это вас спасло, судя по всему. Потому что, когда ребенок орет, то что делает среднестатистическая мать? Она 24 часа в сутки носит его на руках. А когда она 24 часа в сутки носит его на руках, а потом приходит с работы папа, то что он перед собой видит? Можете себе представить? Он видит что-то такое, от чего и хочет забежать как можно дальше. Понимаете? У нас, слава богу, такого не было. Замечательно! То есть у вашей мамы хватило. У нас колики были ровно по расписанию. В 20.00 или в 20.00? С чем это связано? Вот каждый день мы сидели, прям ждали по минутам, без 10, без 5, 8. Покормили и начинают. Да, я могу подтвердить. Да, да, да. Видите, я. Медицинская наука предполагает, предполагает, что это, опять-таки, не утверждает, предполагает, что это связано с суточными колебаниями в составе материнского молока. Что вечером немножко другое количество гормонов и немножко другая жирность. И так вот оно все совпадает. Еще раз фиксирую, никто в этом не убежден. Это предположение. Но, если ребенок, это опять-таки любая мама, которая нас сейчас слышит, может сделать вывод. Если ребенок целый день улыбается или спит нормально, все хорошо, все прекрасно, хороший, добрый, улыбчивый ребенок. И вдруг вечером он начинает орать. При этом, что бы вы ни делали, он не успокаивается. А потом, как будто звоночек просудел, он замолчал и начал улыбаться. Вот это и есть колики. И вы должны понимать, что колики... Никто не знает, из-за чего это. Но это не страшно. И все, что надо от вас, это просто потерпеть. Потому что ваши мамы потерпели и вырастили вас нормальным. И вы должны потерпеть. Потому что крик, даже детский крик, это плохой советчик в принятии решений. Понятно? Наоборот переверни, наоборот переверни. Вот как ты... Сейчас мы покажем. Нет-нет, вот так. Положи, положи. Нет. Вот головкой ко мне ближе. Нет-нет, ты просто так делал, массажировал живот. Это было неудобно, так как ты массажировал. Посади ребенок. Вот так, замечательно. Одну руку под шею. Теперь руку своей основанием ладони ставим на лобок. На лобок. Вот так? Да, вот так. И по часовой стрелке массажируем пальчиками. Кончиками пальцев. Вот, нет. Вот смотри. Держи. Вот смотри. Смотрим. Сейчас мы... Такой. Давай, смотри. Вот ставим. Видишь? Это вот. Давай еще раз. Поворачиваем. Смотри. Замечательно. И так приятно ж подрыгать ногами с любимым папой. Че тут орать, скажи? Вот. Замечательно, да. Вот когда ты встретишь мужчину, который как замечательно массажирует живот, запомни это счастье. Все так хотят тоже. Значит, поэтому я тебе советую, Толик. Ты потренируйся на маме сначала. Про массаж? Кричать она не будет. Поверь. Мы сейчас подумаем о втором ребенке. Поэтому... Вот, вот, вот уже пора. Поэтому техника массажа живота надо освоить. А там же я о втором ребенке. И в процессе тренировки на маме массажа живота вы сможете сделать вам мальчика. Это обычно... Обычно массаж живота маме этим заканчивается. Главное, главное, главное вы уже поняли. Младенческие колики это временно и не страшно. И это не болезнь. Тем не менее, уверен, что у вас есть множество вопросов. Давайте на них будем отвечать. Первое у меня. Да, Луиза Васильевна. Что такое колики? Я понимаю, что это боль в желтике. На самом деле, колики... Вот вообще, как медицинская наука определяет само слово колики, да? Это приступы интенсивной боли. Приступы короткие, но повторяющиеся один за другим. И поэтому колики бывают на самом деле разные. Бывают, например, печеночная колика. Когда в желчных путях идут печеночные камни. Или почечная колика, которая связана с прохождением камней по мочеточникам в почках. Бывают кишечные колики, связанные с прохождением каловых камней. А бывают колики младенческие, которые непонятно с чем связаны. Вот вы понимаете? И тут что самое главное? Что вот этот диагноз, колик, диагноз, это колики. Его не ставит мама на самом деле. Это диагноз медицинский. Но вот тут есть такое понятие. Это диагноз исключения. Что это значит? Это значит, что когда ребенок ни с того ни с сего орет, то нужен врач, который попытается понять, от чего он орет. Если у ребенка вот такая красная задница, которая болит из-за того, что его перегрели и там опрелось, и он орет, то это не колики у ребенка, это мало мозгов у родителей. Вы понимаете? Если у ребенка температура и отит, ухо болит, если он объелся и не какал 5 дней, то это не колики, это реальная болезнь, при которой доктор что может помочь лекарствам. Но есть ли ребенок? Нормальная температура. Нормальная температура. Есть еще вот такая есть у колик. Что вот когда пытаются даже с помощью приборов анализировать вот этот плач, аудиограмму делают, допустим, да, то сама вот особенность этого плача, он какой-то не такой. Вот плач при коликах имеет какие-то свои индивидуальные характеристики. Оказывается, вот именно коликовый плач каким-то непонятным образом действует на женскую психику. То есть мама становится абсолютно невменяемой. Она готова на все. И с точки зрения как раз вот медицины, самая большая проблема вот именно колик в том, что очень часто женщина может столкнуться с коликом, находясь в периоде послеродовой депрессии, когда она совершенно становится неадекватной и может отреагировать на этот плач совершенно нестандартно. Понимаете? И даже навредить себе и ребенку. Понимаете? Это очень важно. Поэтому всегда надо, когда в доме у дитя колики, то главная задача папы убедиться в том, что женщина адекватна, что ее вообще можно один на один с ребенком оставлять. Приняли информацию к размышлению? И еще. Евгений Олегович, говорят, что вот существует такое мнение, что у мальчиков колики бывают чаще, чем у детей. Ваши дети исключение. Не-не, конечно, мои дети, да. Вы знаете, Луиза Васильевна, я действительно вот вижу в медицинской литературе, вот в серьезной литературе, вот в американской, например, они не видят различий по полу. Я в своей практике однозначно вижу, что у мальчиков крики бывают намного чаще, чем у девочек. И проходят позже, и для отца дольше. Значит, родителям, мальчикам надо больше терпения. Конечно, вообще с мальчиками надо больше терпения. Спасибо. Доброе утро, доктор. Скажите, пожалуйста, если я правильно поняла, значит, лекарства вообще не помогают, и никакие? Ребенку вообще никакие. Мами очень многие. Потому что действительно надо что-то делать, понимаете? Поэтому вы вот четко должны понимать, что если все-таки вы решили что-то дать, ну от того, что бабушка посоветовала вам дать ребенку укропную водичку, да, или от того, что вы услышали по телевизору, что есть некие лекарства, которые нейтрализуют газики, и ребенку от этого становится лучше, вот это абсолютно безвредные средства. Ну, абсолютно. Вот возьмем, например, к примеру, лекарство, которое называется химическое, название семитикон. Это химическое вещество, которое уменьшает газообразование в кишечнике. За счет чего? Оно уменьшает поверхностное натяжение пузырьков газа, и газы как бы превращаются в жидкость. То есть семитикон, он в принципе с человеком не реагирует. Вот есть газики, есть газ в кишечнике, он меньше давит на стенки кишечника. Нет газа, лекарство как вошло, так и вышло. То есть его можно дать 3 раза в день, а можно, как я сказал, дать 30 раз в день. 30 раз в день это просто дороже. Понятно? Другой вопрос в том, что вроде как механизм действия понятен, но если мы берем 100 детей, которым мы даем лекарства от газиков, и 100 детей, которым даем обычную воду, помогает одинаково, понимаете? Но если вы будете давать обычную воду, вы же себя будете плохо чувствовать. Все ваши подруги дают дорогое лекарство от газиков, поэтому дайте, пусть вам станет легче. У меня еще один вопрос. Да, конечно. Моя мама говорит, что вот когда она растила меня, в то время никаких колик не было. Это сейчас как бы у всех колик. И с чем это связано? Вы знаете, вообще особенность советской медицины, это я вам точно говорю, вот никогда в нашей стране нельзя было, чтобы врач произнес слово «я не знаю». Вот вы понимаете? Если врач сказал «я не знаю», это не врач, это не советский врач. Советский врач всегда знает ответы на вопросы, советская наука всегда знает ответы на вопросы. То есть, я когда получил возможность изучать вот импортные книжки, учебники американские, английские, европейские, я был потрясен тем, что в этих учебниках очень часто произносится фраза «мы не знаем от чего», вот мы не знаем от чего колики. То есть, если при советской власти, когда вы были ребенком, вы орали, то доктор не мог написать слово «колики», а что я не знаю. Он писал какую-нибудь болезнь. Дисбактериоз, например, понимаете? Вот какой-нибудь дискинезии желчащих путей или что-нибудь еще. То есть, у вас был нормальный диагноз, поэтому у вас не было колик. У нас не могло быть колик в принципе, хотя во всем мире они были. Спасибо. Здравствуйте, Евгений Олегович. А вот такое мнение прокомментируете, что вроде как, когда рождается ребенок, потом дозревает кишечник, и поэтому возникают колики. Так ли это? Вы действительно выдвигаете одну из гипотез. И когда мы говорим о том, что мы не знаем точно, мы, конечно, и вовсе не говорим о том, что у нас нет никаких версий. Да, есть версия о том, что имеет место незрелость нервных окончаний кишечника, и это приводит к возникновению болей. И эти боли, именно причина боли локализуется именно в кишечнике. Почему? Потому что возникают очень часто явные связи с процессом пищеварения. Поели, началось там после еды, изменили режим питания. И очень часто, особенно у детей на искусственном скармливании, бывает поменяли смесь, и выраженность колик значительно уменьшилась. То есть мы однозначно почти уверены в том, что причина этой боли, источник ее, находится в кишечнике. Но как на это повлиять, мы толком не знаем. Хотя точно знаем одно. Что об этом мы уже несколько раз говорили, что есть два главных фактора, которые резко увеличивают вероятность колик и их выраженность. Первый фактор называется перекорм, и второй фактор называется перегрев. Понятно? Опять-таки, перекормленный детенок и перегретый, он может же орать не только от боли в животе. У него просто добавляется еще куча причин, которые усиливают сами колики. Тем не менее, вот я почему-то, когда встречаю в американской литературе фразу о том, что колики имеют место у 30% детей, я с этим не согласен категорически. Потому что по общению, по моей почте, колики в нашей стране у 70-90% детей. Ну вот, я вам приведу цитату из американского учебника Педиатрии. Вот вдумайтесь в нее. В возрасте 6 месяцев 90% детей спят, не просыпаясь, с 12 ночи до 6 утра. Ну кто в нашей стране может поверить в эту цифру? Никто. Тем не менее, когда я анализирую пациентов своих, которые выполняют элементарные рекомендации, не прикладывают каждые 3 минуты ребенка к груди, гуляют, правильно купают, увлажняют, проветривают, то я согласен с тем, что более чем 90% детей спят совсем иначе. Они спят нормально и имеют выспавшихся мам, которых безумно любят папы. Понимаете? Поэтому я хочу, чтобы мы все поняли, что вырастить ребенка и не иметь серьезных проблем, и спать по ночам, это абсолютно реальная задача. Только надо пересмотреть свои взгляды на процесс воспитания, на процесс ухода за детьми. Надо понять, что наши бабушки, которые провели с нами бессонные ночи, провели их не потому, что мы были плохие, а потому что наши бабушки не всегда знали, как надо правильно. Если мы вам сейчас рассказываем, как надо, то, может быть, у вас более счастливое материнство, есть шансы все это реализовать, не получилось с первым. Давайте попробуем со вторым. Спасибо большое. Доброе утро, доктор. Бывают ли колики у взрослых детей? Например, у школьников? Ну, бывают, но это тогда колики уже либо печеночные, либо кишечные, либо почечные. Но колик младенческих не бывает. Они бывают именно у младенцев. Особенность младенческих колик состоит в том, что, как правило, они начинаются примерно на третьей неделе и заканчиваются почти всегда к трем месяцам. Ну, у большинства детей к четырем, ну, совсем практически у всех к шести. Вообще, вот эта цифра три, три, она такая волшебная, когда речь идет о коликах. Она как бы описывает общую тенденцию. Начинаются в три недели, заканчиваются в три месяца, длятся около трех часов в день, примерно три дня в неделю, примерно три недели подряд. То есть, вот эта цифра три, она очень характерная именно для колик. Тем не менее, после трех месяцев, как правило, колик не бывает или становится легче. Подскажите еще, пожалуйста, все советуют ребенку вот газоотводную трубочку. Скажите, насколько это вредно? Вот мне кажется лично, как мне, это очень вредно. Ну, вы понимаете, на самом деле, я, ожидая вопросов от газоотводной трубочки, послал наших сотрудников в аптеку киевскую и попросил купить газоотводную трубочку для ребенка. Вот дали вот такое. Вот. Видите? Вот это вот газоотводная трубочка, да. Вот такой газоотводной трубочкой папа без мозгов или мама с умеренным количеством мозгов проткнуть ребенку кишечник может легко, понимаете, да? Поэтому, когда любой хирург, который с этим сталкивается, а хирурги постоянно с этим сталкиваются, когда привозят детей, которым натыкали в задницу вот такого вот, а потом их, они, конечно, будут кричать, да уберите вообще слово, забудьте такое газоотводная трубка. Нет. Понятно, что есть там современные цивилизованные трубочки, которые далеко вставить невозможно, понимаете? Они примерно вот так вот выглядят, они из мягкой пластмассы и так далее. Но вопрос, собственно говоря, вот о чем. Что мама, мама должна четко понимать, что если все-таки мы делаем это, то есть ставим газоотводную трубочку, то делать надо, а после того, как мы помассажируем животик, да, когда мы убедимся, что вообще есть газики. Опять-таки, если мы поставили эту газоотводную трубочку и через 10 минут после этого ребенок не успокоился, так давайте перестанем это делать. То есть это же неэффективно, да. Это, в конце концов, отчего у ребенка может быть повышенное газообразование в кишечнике. Вот вдумайтесь, как правило, повышенное газообразование возникает тогда, когда ребенок съедает еды больше, чем может переварить. То есть он съел 100 грамм, переварил 90. На 10 съеденных грамм ферментов не хватило. И эта не полностью переваренная еда подвергается чему? Процессам гниения. При этом образуются газики. Из-за газиков ребенок орет. Что делает советская мама, когда из-за газиков ребенок орет? Она его кормит дальше. Он же орет от голода, правильно, да? То есть по-нормальному, по-нормальному. Если ребенок нормально прибавляет весе, да, и перебирает еще. А у него болит живот, так что надо делать? Постараться увеличить интервалы между кормлениями, понятно? Лучше дать водички больше, помассажировать животик, уменьшить время нахождения возле груди. То есть сократить, уменьшить объем съедаемой пищи. Но у нас есть очень модная методика кормления по первому писку. И когда детей по 20 раз в день по первому писку прикладывают к груди, и они благополучно орут по 8-9 месяцев. И все счастливы. Потому что выполняют свой материнский долг. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, влияет как-то питание кормящей матери на кольки у ребенка? Сразу говорю, абсолютно никак не влияет. Вот не влияет совершенно. Вот не надо над собой издеваться, пожалуйста. Мама должна питаться нормально и получать от еды удовольствие. Понятно? Все вообще, вот что действительно реально всегда влияет на ребенка, это по большому счету мамы на самочувствие, мамы на настроение. Если мама поругалась с папой, если она не выспалась, да, если у нее что-то болит, вот ей реально плохо. А если она мало того, что не выспалась, болит, поругалась, еще и смотрит на тарелку с картошкой и облизывается, а ей нельзя, то тогда жизнь вообще теряет смысл. И тогда орущий ребенок это вообще конец света. Понимаете? И это приводит к неадекватным решениям. Поэтому задача папы успокоить маму, накормить как ей хочется, уложить ее спать, когда колики отправить ее гулять и побыть с ребенком самому. Понимаете? Это очень здорово лечит колики всей семьи. Спасибо. Спасибо. Здравствуйте, доктор. У меня такой вопрос. Помогают ли действительно при коликах укачивания? Вы знаете, очень многие, очень многие мамы отмечают, что когда ребенка носят на руках и качают, он на какое-то время действительно успокаивается. Вот что очень важно. Если это не помогает, то надо остановиться. Вот я хочу, чтобы вы это поняли. Просто когда вы носите ребенка на руках три часа, но несмотря на это он три часа орет, то тогда надо остановиться, надо поменять решение. Другой вопрос в том, что обычно если ребенок успокаивается на руках, то это не колики. Понимаете? Вот особенность колик как раз и состоит в том, что если он начал орать, то эти два-три часа он будет орать, что бы вы ни делали. Если же он орет, а бы взяли на ручки, и он замолчал, то это не колики, это кто кого, это характер, да? Это он хочет быть на руках, это он хочет, может быть, есть, может быть, пить, может, ему страшно, может, будет холодно, может, ему жарко. Он хочет понюхать любимую маму, может быть. Это возможно, это должно быть, и ничего тут плохого нету. Но это к коликам не имеет никакого отношения. Спасибо. Доброе утро. Скажите, пожалуйста, при коликах, если ребенка ложить спать на животик, это будет лучше ему? Ну, давайте вот к этой теме сна на животе всегда, очень часто мы обращаемся вообще. С одной стороны, сон на животе, это то, что современная медицинская наука не рекомендует. В принципе, да? То есть потому, что есть такое опасное явление, как синдром внезапной смерти младенца. Такое явление, которое есть во всех странах мира. Суть этого очень страшного явления в том, что абсолютно нормальный ребенок укладывается спать и не просыпается. И медицинская наука не знает, почему это происходит. Но доказано уже, что вероятность синдрома внезапной смерти младенца намного выше во время сна на животе. Поэтому все-таки использовать сон на животе, как средство борьбы с коликами, я однозначно и контегорически не советую. Понятно, да? Главное, вы должны понимать, есть факторы. Факторы, которые увеличивают вероятность криков. Два главных фактора. Перекорм, перегрев. Орет ребенок, сделайте то, что зависит от вас. Не надо проводить опасные для жизни эксперименты. Но то, что зависит от вас, сделайте. Увлажните, проветрите, гуляйте, кормите по аппетиту. То есть, когда он орет, то думайте о том, что орать ребенок может не только потому, что он проголодался. Он может орать потому, что ему хочется пить, потому что соскучился за мамой, потому что у него полный подгузник, пора его менять. То есть, причин орать много, а не только еда. И чем больше вы дадите еды, чем дольше и длительнее, и интенсивнее он будет орать. Поэтому это замкнутый круг. Евгений Олегович, ну может тогда вы раскроете секрет, почему у ваших сыновей, мальчики, не было колик? Ну, наверное, потому что были устранены вот те самые главные причины, из-за которых у детей болят животы. Никто не кормил их каждые пять минут. Они спали спокойно по ночам в чистой, прохладной, влажной комнате. Они купались, они много гуляли. То есть, среди детьми занимались, может быть, и не было причин. И тогда они не вошли вот в эти 30%, у которых такие корики есть. Поэтому еще раз вот я всех призываю. Я вам не называю лекарства от колик не из вредности. Ну, просто их нет. И пообещаю, что как только медицинская наука найдет лекарство, которое при коликах помогает, мы обязательно сделаем программу и каждой маме расскажем о том, что есть некие волшебные капельки, которые при коликах помогают. Пока их нет. Поэтому мы должны понимать, что колики – это, повторяю, нормальное явление у младенцев. Явление, которое требует от вас не суеты и лекарств, а терпения и любви. И не только к ребенку, но и к его папе. Это понятно? Да, замечательно. Надеюсь, вы сделали правильные выводы. Вам уже колики не так страшны. Ну, значит, мы встретимся ровно через неделю. Всего доброго. АПЛОДИСМЕНТЫ Он был в животике у мамы, он привык к тепле. А его надо очень сильно тепло одевать, чтобы было, как у мамы, в животике. Ну, там есть еще такая пищевая вот линия, которая ведет к серединению. Эту линию, когда отрывает, тогда ребенок нервничает очень сильно. И ему надо эту пищевую косточку отрывать, потому что будет потом очень сильно прицеплен к маме очень сильно. И будет вообще несвободный ребенок, если не отцепить эту пищевую косточку. Там надо завязать обязательно. Когда завязываешь, вот, ребенок чувствует себя не так уж хорошо, потому что там уже эта пищевая линия ведет к животу ребенка, вот. И потом являются колики. Продолжение следует...